Сегодня на библейском портале Экзегет мы будем говорить о входе Господнем в Иерусалим. Это событие было предварено чудесным воскрешением четырехдневного покойника Лазаря, и мы будем исследовать это событие по Евангелию от Иоанна. 6 воскресенье Великого Поста, неделя Ваи, вербное воскресенье, наутренне, читается Евангелие входа Господня в Иерусалим по Евангелию от Матфея, 21 глава, с 1 по 11, включительно 15 по 17 стихи, зачало 83. Но мы будем исследовать это событие по Евангелию от Иоанна, 12 глава, с 1 по 18 стих, зачало 41, первое, так как именно это Евангелие читается за литургией воскресенья входа Господня в Иерусалим. И мы читаем. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним». Вот это уточнение, что он был одним из возлежащих с ним, возлежать во время приема пищи в понимании иудеев того времени могли только свободные люди. А Лазарь пережил освобождение от смерти, поэтому это не случайная деталь. «Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира». Действия Марии в данном случае – это пророческие действия. Может быть, она до конца не осознавала то, что она делала, но она приуготовляла этим пророческим действием Христа к его погребению. Ведь Христос умирает на кресте в пятницу вечером, когда уже за ходом солнца наступала Иудейская суббота, и его не смогли обмыть, помазать миром, его поспешно положили во гроб и привалили камень к огробу. Поэтому этим пророческим действием она приуготовляет его тело к погребению. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Когда Иуда увидел, какое удивительное миро возливается на Христа, обаял благоухание этого мира, у него в голове сразу включился такой калькулятор, и он сосчитал, сколько бы это мира могло бы стоить. И он говорит, на самом деле не проявляя заботу о нищих, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Когда обычно у кого-то в голове включается такой калькулятор, человек думает только о себе, а нищие или дети, на которых что-то хотят собрать, это предлог. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. И здесь сразу возникает вопрос, а почему Господь доверил вору носить ящик для сбора цедаки, то есть для сбора благотворительности? Это была педагогическая мера доверия по отношению к этому человеку. Если бы сердце Иуды оказалось бы открыто навстречу Господу, то эта педагогическая мера, такого доверия к нему, которого уже подозревали в воровстве, могла бы исправить этого человека. Но, увы, он оказался безнадежным. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. И Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Здесь Христос объясняет это пророческое действие Марии и добавляет, «Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете». Действительно, он уже готовится покинуть этот мир. «Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскосил из мертвых». То есть вот этот ажиотаж вокруг воскрешения Лазаря, он уже начинается, и он достигает своего апогея, когда Христос входит в Иерусалим. Первосвященники же положили убить и Лазаря. То есть помимо того, что они положили уже в сердце своем убить Христа, они положили в сердце своем убить и Лазаря. Потому что ради Него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день, вот это описание входа Господня в Иерусалим, множество народа, пришедшего на праздник, на праздник Пасхи, которая приближалась, а мужчины должны были справлять Пасху по возможности именно в Иерусалиме. «Услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали «Ассана, благословен, грядущий во имя Господня, Царь Израилев!» На самом деле Христос, который входит в Иерусалим, он входит в жизнь своего еврейского народа. Но христианская экзегеза настаивает и на том, что Христос, входящий в Иерусалим, он входит в твое и мое сердце. Потому что Страстная Седмица это когда Христос наиболее приближается к нам своими страстями, страданиями, переживаниями, смертью и самим чудом своего воскресения. Поэтому это событие мы должны проецировать на себя. и слышать Евангелие о входе Господнем в Иерусалим, мы должны задавать себе вопрос, может быть, сегодня, воскресенье входа Господня в Иерусалим, я среди встречающих и приветствующих его, и воскресающих Асанна, но пройдет всего несколько дней и тот же самый я своими грехами, своими страстями, греховными, беззаконными буду кричать в толпе распни, распни, распни его. Настроение толпы, оно всегда переменчиво. Эта толпа собрана этим слухом о воскрешении Лазаря, четырехдневного покойника, но насколько глубокие убеждения этой толпы, которая сегодня, она кричит Асанна, благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев, но в этих криках, в этом тембре их голосов уже слышится распни, распни, распни его. Нет у нас царя, кроме кесаря. Варраву, варраву, а Христа распять. Итак, люди действительно очень переменчивы. И Христос, который входит в твое и мое сердце, Иерусалим здесь, символ, образ сердца каждого из нас, он знает, что в какой-то момент наше сердце действительно трепещет и ликует перед Богом, а в какой-то момент проваливается в состоянии безысходности греха. «И Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, не бойся, черь Сионова, сердцарь твой грядет, сидя на молодом осле». Оседланный осел – это образ того, как Господь своими страстями, муками смиряет наши страсти, остужает наше ослиное упрямство во грехе. Христос восседает на ослице и молодом осле. Ослица символизирует собою ветхозаветную церковь, а осленок – юную, еще нарождающаяся церковь уверовавших из язычников. Ученики Его сперва не поняли этого, то есть, когда видели Его, грядущего в Иерусалим, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, написано, не бойся, черь Сионова, ся царь твой грядет. И это сделали Ему народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, то есть, те, которые пришли толпой из Вифании, а здесь толпа встречает жителей Иерусалима и пришедших на праздник Пасхи, народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вывел из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Блаженный Феофилак пишет о том, что народ всегда приступает ради чудес, а вот ученики апостола приступают ради наставления веры. И когда мы слышим это Евангелие, входа Господня в Иерусалим, что нас больше всего поражает и удивляет в этом евангельском чтении, может быть, только чудо, содеянное накануне, или готовность Господа войти в наше сердце. Христос это тот, который сходил в ад и облистал ад сиянием божества. Но о Боге сказано, что Бог, в частности, Христос всегда и вовеки тот же. В Боге нету тени перемены, это значит, Господь силен войти в Иерусалим твоего и моего сердца, спуститься в ад наших душ и наших сердец и облистать его сиянием божества. Он грядет на страдание вольное, Он, оседлавший тебя и меня, Он, смиривший, остудивший наши похоти, грядет на страдание вольное. Как Он Сам говорил о Себе, я на это и пришел в этот мир. То есть все, что Он совершает, имеет вечное и неприходящее значение, и все это совершается нас ради человека и нашего ради спасения. Субтитры субтитры и Продолжение следует...